Можно ли проверить, написан текст нейросетью или человеком? Вопрос, который лет пять назад казался бы странным, но появление чат GPT придало этому вопросу актуальность. Чат GPT не единственная нейросеть, генерирующая тексты, но именно с нее начался нейросетевой бум. Поэтому к чат GPT мы с этим вопросом и обратимся, а потом посмотрим на другие сервисы. Чат GPT, который не может врать, но может ошибаться, достаточно искренне и по-детски признается, что он написал текст, если его об этом спросить. Спросить его, правда, непросто, как всегда подтупливает, но при вот такой конструкции ты ли написал этот текст двоеточие и текст, чат GPT прямо ответил да, я. А при попытке ввести текст, написанный мной для предыдущего скринкаста, также искренне ответил, что нет, это не его творчество. При попытке ввести текст, который написал чат GPT, но процентов на десять отредактированный человеком, то есть мной, нейросеть сломалась и сказала, что написать такой текст не могла в принципе, потому что не обладает такой информацией. Врет, обладает. Поломка не устранилась и когда я ввел оригинальный текст, без редактуры, написанный на сто процентов чат GPT. А вот на отрывок из Достоевского опять же с детской искренностью нейросеть сообщила, что это Достоевский и кратко пересказал содержание главы. Можно сказать, что результатом я процентов на восемьдесят удовлетворен. Переходим к сервису AI Text Classifier от разработчиков чат GPT. Эту, как и все остальные ссылки, оставлю в описании. Здесь нужно авторизоваться с логином-паролем от аккаунта чат GPT. И тут про текст Достоевского она уже написала не совсем понятно, написано ли это нейросетью. В AI Text 5 степеней человечности. От почти точно да, до с большой долей вероятности нет. Конкретно да или нет сервис не говорит. Ну вот unclear if it это середина, то есть 50 на 50. Проверяем текст написанный чат GPT. Почти точно AI. Ну то есть максимальная вероятность, что это нейросеть. Проверяем текст написанный мной. Опять 50 на 50. В общем не смог я от нее добиться четкого подтверждения, что текст написан человеком. Следующий сервис AI Detector. На отрывке из Достоевского он просто сломался. Про мой текст сказал, что с очень большой долей вероятности написано это нейросетью. При этом проценты говорят об обратном. Предсказуемость вообще 4%. Это да, я не предсказуем. Но. При попытке ввести текст от чат GPT вероятность вообще 8%. А предсказуемость 0. Но при этом также с большой долей вероятности написано нейросетью. Короче какая-то чушь. Похожая история с GPT 2 Output. Также бесплатным и также сервисом, который советуют в большинстве статей. Про Достоевского он сказал, что это лишь на 10% похоже на реального человека. Про текст от чат GPT примерно 50 на 50. Текст, написанный мной, по мнению GPT 2, лишь на 11% похож на человеческий. Можно было бы предположить, что просто тут другая логика шкалы. Real и fake — это не реальный человек и фальшивый, а типа да и нет. Ну то есть сейчас как бы лишь 11% говорят, что да, текст написан нейросетью. Очень странная кривая логика, но такое предположение более логичное, чем то, что я и Достоевский на 90% нейросети. Предположение проверил? Нет. Не похоже, что так. Были случаи, когда он на 99% при такой логике был уверен, что текст, написанный чат GPT, написан человеком. Так что я думаю, что это просто не очень рабочий инструмент. Еще можно было бы предположить, что ни GPT 2 Output, ни предыдущий анализатор, просто не работают с русским текстом. Действительно все как-то стало красивее сейчас, бегунки забегали, обычно там все болталось в районе 10%. Но опять же, чисто нейросетевой текст сейчас атрибутируется как похоже, что соавторство двух интеллектов — нейросетевого и человеческого. Ну и другие мои эксперименты с английским текстом привели к такому же результату — GPT 2 Output не знает и просто говорит наугад. Еще один бесплатный сервис, который является дополнением к платному Writer.com, также выдает не очень адекватные результаты. Нейросетевой текст с вероятностью 60% написан человеком, а английский текст вообще на 100% написан человеком. И это фантастика, как уверяет сервис Writer.com. Я бы резюмировал так — на данном этапе доверять подобным анализатором я бы не стал. И как ни странно, самый проверенный способ — это спросить у чат GPT, написал ли он этот текст. Но и это не 100%. При этом на вопрос, написан ли этот текст нейросетью или человеком, мне чат GPT всегда отвечал не знаю. Но про тот же текст, если я спрашивал, ты ли написал, честно отвечал да. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните. В конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.